Привет, друзья! Сегодня я хотел бы показать вам телеграм-бота, которым я уже пользуюсь некоторое время. Ну, точнее сказать, с недавних пор, для торговли на децентрализованных биржах в сети Солана. Прежде чем начать данное видео, рекомендую вам подписаться на канал и еще подписаться на телеграм-канал Ростиксон, ссылка будет в описании. Давайте начнем обзор. Для начала перейдите по ссылке на бота, который находится в описании возле телеграм-канала, после чего нажимаем кнопку «Запустить». Так, в принципе, все. Это у нас главная панель. Сейчас я вам все объясню. Тут вверху находятся все ссылки на бота. И да, у них есть веб-сайт, есть аккаунт в Твиттере и еще один веб-сайт. Так, здесь ниже находится курс Солана. Мы можем создать либо подключить кошелек. Вот здесь, в команде Buy or Sell, кнопка, при которой нам нужно купить, либо продать какую-либо монетку, которая уже торгуется на децентрализованной бирже. Во вкладке «Профиль» будут все ваши активные позиции и свободное количество Соланы. Да, так, во вкладке ТРС будет вся ваша история торговли. Куда вы заходили, сколько процентов сейчас на этой позиции и так далее. Вот, а «Токен Снайпер» — это вкладка, которая позволяет нам купить монетку до выхода на биржу, то есть до выхода на торги. Если вы знаете адрес контракта, вы можете в числе самых первых купить монетку и продать, если успеете, конечно. Еще раз вкладка «Воллет» — это то же самое, что здесь команда «Воллет». Здесь мы можем подключать, либо отключать, либо создавать кошельки Солана. Здесь у нас еще есть вкладка «Трансферс», если мы хотим отправить куда-то из этого бота наши монетки Солана. И последним у нас идет здесь, ну, предпоследним пунктом, точнее, настройки для этого бота и вкладка «Хелп», если мы хотим обратиться в поддержку бота. Давайте первым делом определимся с тем, что мы будем делать сейчас. Мы будем подключать уже имеющийся кошелек, либо создавать внутри бота новый кошелек. Как вы видите, здесь можно создавать до 10 кошельков. Да, в этом боте. Так, здесь можно внизу, как я понял, обновить весь этот лист. Я рекомендую вам создавать новый кошелек внутри этого бота, нежели подключать уже существующий кошелек на Фантоме, либо же, допустим, на Метамаске. Кстати, как я создаю кошелек Фантом, вы можете посмотреть в отдельном видеоролике. Мы с командой его позже снимем, и здесь в подсказках я оставлю ссылку на это видео. Все, теперь нажимаем «Generate New Wallet», и он создает нам новый кошелек. Копируем адрес этого кошелька, заходим еще раз обратно на биржу, с которой вы хотите сделать депозит, и вводим сюда наш адрес кошелька на боте. Итак, выбираем теперь тип сети Солана и проверяем все условия вывода. Тут минимальная сумма вывода составляет 0.21 Соланы, то есть примерно 2500 рублей, если мы посчитаем монетки Соланы. Вот, от 2500 рублей доступен вывод с любой биржи, где есть Солана. Все, нажимаем «Вывод». Все, 0.4447 Солана. Нажимаем на кнопку «Подтвердить». Так, все, еще раз «Подтвердить», и он должен нам отправить код подтверждения. Отправляем код подтверждения на нашу почту, и последним внизу у нас идет код от Google Аутентификатора. Все, следующий шаг. Так, нажимаем «Заявка на вывод отправлен». На вывод отправлено. Все, теперь нам остается только ждать, когда у нас здесь появятся монетки. Нажимаем кнопку «Меню» и нажимаем кнопку «Старт». Здесь он должен нам показать наш активный кошелек и его баланс в монетке Солана. Итак, пока у нас выводятся наши монетки Солана в бот, мы можем посмотреть, какими активами мы можем торговать. Для этого я захожу на скринер. Он называется «Дексскринер». Для того, чтобы отслеживать стоимость разных монет в децентрализованных биржах. Вот, на первом месте у нас находится вот такая вот монетка, называется «GL». Сейчас давайте все это посмотрим. Да, нормально так выросло. Находится на первом месте по торгам. Маркет капа составляет миллион долларов, а ликвидность за последние 24 часа составила 57 тысяч долларов. Он вырос на 117 тысяч процентов. А сейчас давайте все это измерим от начала и до пика. Сколько же это было в процентах? Я выбираю price range и нахожу, ну, примерное начало. Давайте найдем и до самого пика. Все это измерим. Если бы здесь открыли бы позицию, то вы заработали бы 878 процентов. Давайте еще посмотрим самые лучшие кошельки, которые здесь заработали деньги. Вот, смотрите, как кто-то завел сюда, ну, купил в числе самых первых и продал. Покупал он на 115-155 долларов монетки и продавал их за 11 тысяч 900 долларов. То бишь почти 12 тысяч. И еще же есть примеры. Давайте вот этот. Смотрите-ка, мне вот этот понравился. Покупал монетки на 518 долларов и продал эти же монетки за 5531. Вот, мы можем все это дело отследить, только возьмите во внимание то, что отфильтровать сможем только лишь его транзакции. Вот, нажимаю на эту вот воронку и оно нам показывает. Смотрите, первая покупка была, далее продажа, а 3 продажи до полторы, полторы примерно и по 3000 долларов. Вот, давайте все это отключим. Ну, либо можем вот так вот перейти к первой его покупке. Первая его покупка так. Он покупал на 5 Солана, вот 5 Солана, вот такое вот количество монет. Глоб. Давайте попробуем купить вот эту монетку, которая уже торгуется. Я вам сейчас покажу, как это все делается. И давайте проверим наш баланс. Еще раз нажимаем старт. Все, наши деньги пришли. Как видите, вот здесь баланс у нас отображается 0.475. Так, заходим еще раз на Dexar для того, чтобы купить именно вот эту монетку. Мы можем его добавить в наш избранный лист. Вот Солана. Теперь видите, да? А здесь у нас будет адрес посерединке. Адрес этого токена нам нужно будет этот адрес копировать и здесь нажать Buy и Sell. Если монетка уже торгуется, мы покупаем по рынку, либо продаем уже ее по рынку. Все. Нажимаем Buy и Sell и вставляем наш адрес, который мы ввели. Все, вставили его. Нажимаем отправить. Все. Он предлагает нам, смотрите, эту монетку. Контракт, где торгуется, то есть на бирже MarketCap. Вот здесь указывает ликвидность и цену. Так, еще здесь ссылки на все скринера, кроме дескринера. У нас есть еще DexTool и так далее. Здесь. Давайте разберемся вот в этой панели. Вот Trade Mode. Здесь мы можем купить вот по этой кнопке, купить этот токен, продать вот этот токен, если они у нас имеются. Трек. Вот здесь у нас будет высвечиваться наша активная позиция. Слиппейдж. Это будет проскальзывание. Здесь мы вот этого вот в этой кнопке можем обновить статус нашей позиции. Анти – это когда мы пытаемся избежать таких вредоносных ботов, которые находятся в токенах. И между нашей транзакцией и ее фактической ценой он покупает раньше нас и продает нам же дороже. И когда мы пытаемся продать, он делает это для нас максимально невыгодным. Такие боты также бывают на некоторых монетках. И для того, чтобы избежать этих миф-ботов, бывают такие функции в ботах для торговли на Телеграме. Итак, у нас идет кошелек, который сейчас подключен к этой монетке. Так, опять же, еще раз. Слиппейдж – это проскальзывание. Это тоже очень важный момент. Если мы покупаем по рынку, это означает, что мы не выбираем цену, а мы просто выбираем, сколько мы хотим потратить и в итоге уже покупаем. Не так ли? А когда мы выбираем лимитный ордер, мы указываем именно ту цену, по которой хотим его купить. И когда цена доходит до этой отметки, мы покупаем. Теперь так, допустим, в рамках времени мы можем установить временные рамки, на которые мы хотим продать токены. Итак, покупаем. Как видите, у нас имеется 0.47 солана. А мы, к примеру, выбираем 0.1 солану. Нажимаем «Купить». Итак, он предлагает нам купить по вот этой цене. Нажимаем «Подтвердить». И в течение 60 секунд он должен продать нашу позицию. Теперь так, в рамках времени мы можем установить временные рамки, на которые мы хотим продать токены. Итак, если вы знаете, как это работает, можете не забывать. Например, вы установили срок 5 минут. Если через 5 минут вы не получите, то это тоже важный момент. У нас здесь еще есть разные тактики, разные стратегии торговли на самом-то деле. У нас есть еще отдельное видео по стратегии, которое можете тоже посмотреть. Итак, друзья, в принципе, на этом все. Я вам показал, как работает бот для торговли токенами в сети Солана. И в следующем видео я вам расскажу про то, как можно получать дополнительный доход, и как мы можем без вложений получать разные проценты с монет. Если у вас еще остались вопросы по использованию бота или торговли в целом, оставляйте, пожалуйста, комментарии под видео. Я постараюсь на них всех ответить. Спасибо вам за просмотр. Не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Удачных вам сделок и до новых встреч!